дорогие друзья добрый день очень рада вас видеть у себя на канале в этом видео я особенно рада видеть потому что кто смотрит меня в телеграме подписанному телеграм кто читает мое сообщество в ю тубе наверное знаете что со мной переключилась беда я попала в больницу у меня был приступ острого панкреатита и соответственно заболевание очень серьезная приступы очень сильный закончится мог как как угодно разные варианты этого заболевания есть так скажем вплоть до летального исхода острый панкреатит очень коварен и хочу отдельно поблагодарить всех подписчиков за поддержку сил не было мне отвечать каждому но пыталась пролайкать все пожелания здоровья все вопросы очень многие писали в личку спрашивали как дела предлагали приехать предлагали какую-то помощь желали здоровья поэтому огромное огромное всем спасибо что же произошло значит принципе слабая поджелудочная не было всегда по молодости это совершенно не ощущала единственное что было непереносимость алкоголя так скажем чуть стоило выпить чуть-чуть лишнего до для других это может быть практически не лишняя то есть началась какая-то рвота какое-то плохое самочувствие то есть было плохо всегда от алкоголя также у меня такая же беда у папы то есть минимальная какая-то доза более-менее нормально что-то больше уже в молодости там до скорой доходило а что касается маминой линии у нее вообще все плохо с этим делом с поджелудочной у нее после рака после онкологического заболевания был диагностицирован хронический панкреатит и приступы острого панкреатита они идут ну шли один за одним пока не поставили диагноз сказалось химиотерапия и облучение максимальная доза то есть мы знакомы с этим заболеванием так скажем у дедушки по маме тоже была такая беда панкреатит не не мог никаких застолий то есть после каждого застолья после ну тоже как алкоголь соответственно какие-то средние дозы тоже непереносимость в общем на генетическом уровне слабая поджелудочная вот я это чувствовала принципе меня был один такой инцидент который обошелся дома лет десять назад четырнадцатом году вот я вколола там обезболивающее меня тошнило была боль в часа три сильная достаточно но в общем купировался приступ дома вот все я про это забыла но левый бок у меня в принципе на какую-то тяжелую еду побаливал периодически там не знаю там после каких-то застолий у мамы у мамы просила крен мама живет сейчас только на креоне вот плюс у меня этот левый бок вообще побаливал с детства то есть на физкультуре когда много побегаешь болел левый бок вот мама ведь у нее тоже болел левый бок но очень короче говоря предрасположенность не буду затягивать что же такого сделала что у меня произошло шел такой ужасный приступ не обязательно есть жирная вот хотя жирная тоже вызывает приобретит не обязательно пить алкоголь хотя у алкоголиков убьющих это очень частое заболевание я поела винограда черного причем я ела его уже больше недели наверное потому что сейчас идет сезон вот мне нравилось вот не то что каких-то гигантских количествах но достаточно видимо много также не руслан сделал корейскую морковку он делает ее сам соответственно там уксус а соевый соус пережаренный чеснок я немного поела этой морковки это все я рассказываю что накануне ела приступа ну соответственно с гарниром она была там с макаронами еще с чем-то также я поела маринованный огурец который нас угостила мамина подруга маринованными огурцами и накануне тоже ела один или два маленьких маринованных огурцам то есть уксус поела яблочное повидло без сахара с булкой собственного изготовления мама варила и достаточно много конфет шесть штук по моему вот такая ядерная смесь получилось видимо плюс у нас были два дня рождения соответственно это все равно торты лимонад какой-то да там минимальный набор алкоголь мы не пили салат оливье был вот то есть видимо она у меня уже потихонечку из строя выходила и значит поев все это во второй половине дня то что я перечислила в 4 утра я просыпаюсь от боли боль была похожа на кишечные колики то есть не в районе поджелудочной я не стала никого будить я там прошла в холодильнику достала эспумизан у ричарда еще остался эспумизан в общем короче аналоги эспумизана два вида и начала принимать заварила там ромашку боль не проходила вот так же я вот не знаю додумалась не знаю почему мне так захотелось выпила угля чтобы снять все это вот больше никаких лекарств у меня дома не было касаемо кишечника вот не амеза на принципе кислотности и там не было никаких то там других крионов ничего у меня как бы я не не держала все это вот у мамы у меня было дома потому что она болеет вот ну то есть все что было это средство от газов да то что мне казалось что мне там рези какие-то газы внутри вот значит 6 стала руслан на работу и я значит смотрю что меня уже как-то прихватывает по-другому то есть как-то уже сходкообразная боль стала но все равно еще как бы кишечник болел он же что делать не может мне не ходить на работу нет иди 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 в общем ушел на работу я позвонила маме я понимаю что боль усиливается я не смогу ребенка отвести садик а мне мама как раз накануне приехала то есть не повезло накануне она приехала с дачи уже вот так она была на даче до середины октября вот мама пришла значит я отдала собрала как-то ричарда вот таком состоянии в общем отдала и значит хотела их спустить с лестницы ну на лифте с чтобы маме помочь внизу с коляской с лестницей нельзя поднимать у меня значит рвота началась значит они подождали меня на площадке я все равно вышла спустила их вернулась и значит приняла уже решение вызывать скорую мама тем временем провела в садик садик у нас далеко и сказала что потом вернется ко мне чтобы скоро приехала при ней соответственно и заодно захватит обезболивающие дома вот вызвала я скорую скорая не ехала 45 минут значит мне становилось все хуже и хуже были даже мысли открыть дверь как-то но вот смущало то что коты могут выскочить открыть дверь смысле что меня рвало и не знаю могла мне казалось что я могла потерять сознание ну была такая вероятность наверное но в общем я не открыла потому что коты могли выскочить на лестничную клетку мама отвела в садик и пошла домой как выяснилось она разнервничалась она потом мне тоже сказала и у нее как бы схватило сердце она пошла принимать лекарства от сердца и врать обезболивающие чтобы идти ко мне вот когда она была уже на полпути приехала скорая и я ее развернула не знаю почему ты сказала не ходила пожалела ее а вот не ходи иди домой все скорая приехала скорая значит все там не сделала как кардиограмму туда-сюда предложила разные больницы на выбор вот я выбрали ту в которую которая поменьше больницы на гостелло номер 20 они сказали что там мало народу в приемном покое других двух будет в наших районах будет много народов в приемном покое я просила их обезболить сделать обезболивающие они сказали нет вам сделают там вот так но это как была моя ошибка прям ужасная я потом себя за это очень винила что не настояла потому что очень многим обезболивают скорая дальше они ушли меня бросили хотя мне вся все уже было собрано пока не ехали 45 минут я вот таком состоянии еще смогла собраться там привести себя в порядок вот благо я знаю там с роддома сохранение как собираться что нужно вот у меня был рюкзак мой небольшой и мешок пакет совсем необходимым они сказали мы ждем вас на улице то есть даже не помогли мне там закрыть одеться закрыть дверь и как бы спуститься на лифте вот стали даже не нашего подъезда то ли не хотели покурить то ли что не поняла я почему так только вот возьмите пакет их волновало чтобы меня не вытошнило в машине то есть они видели что меня рвало меня при них рвало и они как бы боялись что я им спорчу машину значит привезли они в больницу сначала ну отдали мои карточки или что-то что-нибудь возведено и значит убежали я смотрю народу много достаточно порядка около 15-20 человек было вот ну и конечно думала что меня приводит в очереди что там много плановых все люди так спокойно сидели в основном все были сопровождающими вот но как бы мое ожидание продлилось в приемном покое три часа вы представляете такими болями они усиливались вот я как я просила как я подходила и обезболить они говорили нет вам обезболит когда вы поднимитесь на отделение просила чтобы меня приняли потому что не приступ я уже понимала что это панкреатит что я загибаю что я я прям вот я даже людям говорил что могла потерять сознание которые со мной приемном покое сидели вот они это видели сами возмущались почему же так врачи врачи же мне отвечали что все с болью типа вы ничем не отличаетесь сидите как выяснилось я ждала хирурга хирург должен был освободиться и спуститься вот но в итоге значит через три часа конечно уже в таком состоянии была что даже мне сделали там все-таки когда пришел хирург обезболивающий то есть он видел как я корячусь вот который они никак не помогло видимо это какая-то ножка была или что-то вот значит меня приняли значит сделали мне узи кое-как я не знаю там я корячилась вот который в принципе показал что все норма и не показала жидкости брюшной полости для чего это говорю потом расскажу уже по чуть попозже и соответственно подняли на отделение думаю сейчас меня в палату определяют и сразу там врачи подбегут раз мне так плохо ночью подняли меня на отделение сказали посидеть на диванчике там только начался обход причем обход заведующим и сколько как я просила что меня там сделать обезболивающий или там поместить уже заселить меня в палату они сказали нет ждите пока обход ждите на диване около поста там моей сестры пока обход закончится значит ну полчаса где-то я прождала пока обход закончился благо отделение небольшое отделение нас называлась хирургия 2 у них две хирургии на шестом этаже я лежала и на третьем них хирургии один вот поместили меня в палату я ждала что придет ко мне мой врач то есть я спрашивала какой мой врач начнение не говорили какой мой врач но как выяснилось потом уже подошел дежурный врач подошли там медврат медсестры и значит сделали мне уже там нормально обезболивающее так понимаю там с анальгином или с чем-то и в общем положили пощупали живот сказали что мягкий врач сказал врач очень приятный азамат его звали вот и медбрат кирилл спасибо большое за хорошее отношение и адекватность вот и значит положили меня значит боль не утихала я значит лежала палате было 4 человека хочу сказать что условия хорошие конечно хорошие кровати хороший ремонт вот адекватные соседи у меня были в общем все в порядке но тогда еще это не соображала все было как в тумане вот эта боль просто все затмевала и она уже как бы не схватками шла вот постоянно без перерыва и уже вот больше слева все равно шла но все равно как бы уже весь живот захватывал я не знаю сколько это пролежала в общем мне делали капельницы пришли с пазмолитики две капельницы не делали какие-то уколы потом я еще просила обезболивающие где-то к вечеру может в районе пяти что ли часов или четырех мне чуть-чуть полегчало и такое чувство что я даже на полчаса заснула ну вот я не знаю либо вырубилась просто уже от бессил знаете когда похоже знаете на схватки время родов да то только схватки все равно они больнючие они меньше для отца чем здесь вот вырубилась мне кажется на полчаса потом как-то там писала своим родным написала по моему пост телеграме вот пока мне стало чуть-чуть полегче что так ты так то я больница в тумане когда это все писала просто из последних сил держала связь только с дочкой соответственно с русланом с мамой с папой вот и значит потом еще ко мне папа приезжал вечером он привез мне воды и по я попросила лекарства от желудка и сама уже потому что врач ко мне лечащий так и не подошел значит подходили медсестры медврат либо я к ним подходила вот просила обезболивающие когда проснулась вот после этого полчаса значит боль снова усилилась у меня началась по новой не снова делали обезболивающее по моему снова я лежала значит и где-то уже с 10 вечера это начался какой-то ад боль еще больше усилилась и просто ничего не соображала а мне говорили что обезболивающего больше нельзя вот я уже просила там сделайте что-то разрежьте или что периодически приходили врачи и звали медсестры и медврат этот кирилл он дежурил как раз но но не лечащий врач как оказалось что что дальше было дальше был кошмар где-то 00 часов по моему 00 часов на чем-то совсем с небольшим мне сделали без после операционное обезболивающее приняли решение врач сказал тоже дежурный врач которое мне вообще не помогло никаким образом и я уже просто там громко так стонала но не орала понятно что по кровати мешало людям там спать соответственно что медврат там сказал что это нормально типа это не санаторий это больница люди у меня очень пожилые были то есть одна женщина 75 плюс в палате другие 80 плюс 2 вот и значит где-то в два около двух ночи около двух ночи до получается 45 еще раз подошла нет час 45 это было но неважно два часа прошло от этой от этой обезболивающей которую после операционной так понимаю что у нас с наркотиками на вот который вообще не по действию ну на самом деле может быть без него мы еще хуже не знаю все это время рвота продолжалось хотя они там вкалывали на какой-то момент сыру кал и на какой-то момент там на час на два она прекращалась то есть вот водой то есть пила воду и вот все это выходило вот но естественно я бегала в туалет даже ждала когда там освободиться туалетов было мало два туалета только на отделение и в общем как бы это никакие это не устраивало то что кто-то за мной что-то убирал в общем как-то держался в руках справлялась сама два ночи по моим тоже слезным просьбам около двух ночи мне сделали еще раз после операционной обезболивающей же дозу в два раза больше и сказали что все короче до утра все это максимум что они могли сделать для меня и чтобы я больше не искала их и не подходил вот так вернее чтобы я больше не подходила я пошла дальше лежать на кровать понимаю что я там в палате не могу не стонать выползла потом уже в коридор и на откорячилась на вот этих диванах вот как каким-то образом уже начала там молиться и все у меня церковь из окон была видна чесненская в шоц видео можете зайти посмотреть какой прекрасный был вид из этой больницы вот каким-то образом начать вспоминаю что холод маме говорили прикладывать на поджелудочную но она не в каждый приступ это делает она как-то боится что не почки там планифрит хронический что почки на простудит в общем медсестры чего-то я спросила до этого в общем был целый морозильник стоял холодильник надели не будет целый морозильник этой воды замороженной почему мне до этого они не сказали так самой сделать то есть почему они это не сказали что при панкреатите вот возьмите воду прикладки я это для меня загадка вот я взяла эту бутылку полутора литра как я сейчас помню и прямо вот ну взяла всяких очень полотенце прямо вот практически без полотенца я начала вот так держать в своей поджелудочной на левом боку держала это практически час и в это время стало все хуже 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 где-то около четырех ночи то есть но я понимаю что без боли еще не действует либо она действует так что боль пересиливать все равно то есть боль ни грамма не уменьшается она хуже она просто уже весь живот захватывает и просто как сплошная схватка перед родами понимаете это а мне уже сил нет я сижу я просто вот вырубаясь вот так засыпаю на какие-то секунды на этом диване я значит начала искать их снова стучать по всем комнатам где они сказали там ординаторской сестринской где они могут быть их нигде не было их нигде не было на отделении никого дежурных начала на посту искать может какая-то тревожная кнопка или мобильный телефон оставленные сестры нет они ушли видимо спать то есть они сказали что все максимально для меня сделали ушли спать было куча телефонов но у меня вот все как тумане конечно она могла позвонить приемный покой как-то вызвать но я не могла даже сконцентрировать внимание то есть искала какую-то кнопку либо какой-то отдельный телефон но короче это отбыл ребят честно скажу кто наверно испытывал боли при панкреатите меня поймет это уже как бы у меня длилось получается сутки с момента начала приступа вот ну не знаю может быть я сделал ошибку но я набрала руслана короче говоря и сказала что мне никого не найти мне а меня все бросили на этаже никого нет я не могу терпеть больше это боль короче я могу просто ну отбили ушок у меня сердце уже начало сердце болеть у меня еще с вечера болел сердце они мне кроволол искали у соседей там давали кроволол вот бабушки на нашли у них не было игры у меня может отказать сердце и могу пасть в обморок от болевого шока то есть люди ну как бы прощаться начала уже с ребенком я не знаю может быть это была моя ошибка так пугать их игры я и ну вот не бросили все четыре утра никого нет не знаю когда придут на этаже вообще никого нет ничего не могу это самое обезболивающие больше не будут делать вот ну он начал там сначала меня успокаивать потом уже начал сам плакать сильно вот потом я позвонил дочке тоже сказал что их люблю люблю очень сильно и значит попросила что ну объяснила ситуацию потому что что потом не сказали больнице что они все делали у меня стояли а я как бы это самое умерла вот что я одна попросила найти интернете телефон приемного покоя и чтобы ко мне пришли вот естественно не стал занять маме папе потому что они пожилые дочка нашла телефон приемного покоя как потом оказалось приемного покоя дали мобильный телефон сестры разбудили сестру и она уже прибежала с врачом но это было намного уже позже пока полина там нашла пока дозвонилась они долго не брали трубку я слышала что она еще звонит что звонит пост это видимо она звонила полина на пост но там сидела только я я не снимала трубку потом казалось что это она звонила вот и значит простите и потом еще раз набрал мне руслан короче сказала молись ты нам нужно а я все держала эту бутылку и вот четыре двадцать четыре двадцать пять не четыре тридцать это было мне резко просто вот она болела и потом резко в одну секунду прекратила болеть я не знаю что это было мне кажется это мне кажется это лед помог вот почему они не сказали раньше так сделать то есть я просто заморозила себе бог полностью и как говорится прозвучно любит холод голод и покой причем я это знала но но почему-то надеялась на обезболивающе больше чем вот на такие методы какие-то лед там и так далее в общем я с ним разговариваю слушай меня отпустила я пойду прилягу потому что я вообще без сил положу эту бутылку холодильник и пошла бежать только легла и говоря прибегают с такими глазами врач с медсестрой потому что мне полина сказала что она попросила фамилию и отчество скажите мне фамилию и отчество ваше что вы бросили человека в таком состоянии с острым приступом вот потому что у меня там мама и очень плохо она умирает они прибежали а кстати говоря когда еще кололи обезболивающее 00 чем-то сильный врач подходил дежурный и он говорил что мягкий живот и как бы мне не показано то что там резать или что то есть если бы был плотный там уже абсцесс или что там не знаю гнойное воспаление это поджелудочный некроз тогда бы они разрезали да увезли бы меня в операционную а так мне не показана операция так он говорил мне пока вам не показана операция прибегают эти врачи с сестрой очумевшие я лежу на кровати ничего не поймут я говорю у меня отошло у меня только что 10 минут назад отошло вот и все и потом уже вырубилась и проспала получается до 7 утра я но потом еще дочки дочке набрала для она мне позвонила там уже мама не спала мама она маму разбудила а мама не спала уже она рано встает мне в 5 утра я это самое сказал что все порядке что все что приступ у меня отошел так как я знаю по маминым приступом что все если ушло то она уже ушло вот и соответственно на утро мне сделали кт врач лечащая такая не подошла то есть она вообще не делала ни обход ничего как выяснилось у соседок они вообще не видели там по 7 дней я потом ставлю видео как там проходит лечение вот то есть опять привезли капельницы позвали меня на кт не надо было есть и пить и соответственно кт показал что все в порядке кроме того что кишечник вздут тонкий и жидкость появилась в брюшине вот и значит начали мне колоть антибиотики а через несколько дней только врач сказал что это мне ликоциты повысились и из-за этого назначили где-то по-моему на третий день я поймала в коридоре на бегу и она сказала что назначили а так назначение никто не объяснял соответственно что за капельницы что за уколы нам приносит всем ну вот сделали узи малого таза ну в общем обнаружили там аденомиоз причем нем нет аденомиоз тоже жидкость малом тазу так все в порядке вот проклотила кишку тоже на третий день пробивания фдгс сделали фдгс все идеально даже гастрит мы который был его нет вот ну я сама позвонила сестре группе принеси мне крион купи пожалуйста папа принес фосфолиогель то есть я сама знала уже что надо принимать чтобы успокоить им желудок виситими ромашку пила ромашку принимала крион уже с каждой пищи потихонечку начала есть там на третий день до еда хорошая была именно как раз диетическое все протертое для желудочных больных для кишечных вот то есть никакие мне поддерживающие лекарства никто не говорил на какой диете что есть то есть вот то что я знала да там из своих болячек из маминых болячек до панкреатит гастрит я принимала крион фосфолиогель амес приносили единственное что приносили нам амеса две таблетки в день медсестры вот и значит пила ромашку постоянно вот соответственно не могла долго добиться результатов кт потом пока ты все-таки она мне принесла это кт на какой-то четвертый что ли день сама пришла в палату наконец-то познакомиться врач и и значит отвечая отвечала неохотно отвечала на бегу несколько раз хамством я выслушала да на типа того что я говорю когда мне выпишут можно ли уйти там по заявлению могу сейчас вас выписать только не больше в скорую не звоните к нам не приезжайте ну то есть в таком формате разговор в общем хамском порядка четырех раз нам не хамила за все это время и значит когда выяснилось что это жидкость я попросила кт на руки принесли мне кт через день и пришел врач и значит они начали смотреть на меня то есть намекает что надо проверяться на онкологию надо кт с контрастом делать мрт с контрастом на что я спросила можно ли у вас делать она сказала что спросит у заведующего или что и когда на следующий раз на следующий день пятницу уже с утра был обход заведующего вот я спросила заведующего тоже пытался там убежать от меня в дверь он сказал что нет типа мы вам делать не будем то есть мы тут делаем вам делать не будем и про колоноскопию сказала который они не назначили тоже что не надо делать колоскопию у нас только в экстренных случаях делается перфорация так плановых не делается колоскопия под общим наркозом это вы все будете делать когда выйдете там онкомаркеры не назначили кт с контрастом мрт с контрастом и колоноскопия то есть выяснять откуда у вас эта жидкость это может быть как онкология это может быть как последствия вот воспаление этой поджелудочной железы а вот у меня сдулся живот на второй день мне появился эта жидкость точно сейчас дутый живот состояние это очень знакомо потому что меня была гиперстимуляция яичников и там было конечно посерьезнее побольше живот меня надувался снимали мне это капельницами было трудно дышать сейчас вот ну то есть я чувствую что мне поджимает и чувствую что у меня увеличенный живот по сути я должна похудеть было потому что я мало очень ела за эти 5-6 дней а живот у меня увеличился то есть вот так вот дали мне выписку где написано что я учитывая наличие свободной жидкости животе рекомендовано до обследования для исключения злокачественных образований брюшной полости это живота с контрастом и мрт малого таза с контрастом колоноскопия амбулаторная и онкомаркеры это альфа-фетопротеин раковый бирональный антиген с а-125 с а-15-3 наблюдение терапевта гастроэнтеролога хирурга поликлиники консультации гинеколога онколога вот иду понедельник поликлинику буду пытаться что бесплатно делать бесплатно что платное буду делать платно естественно выяснять откуда мне эта жидкость потому что мысли об онкологии естественно не покидают меня соответственно раздует и живот тоже ничего хорошего не предвещает так скажем вот небольшая тошнота у меня сейчас есть как-то мучит но возможно это какая-то интексикация от антибиотиков что насчет моей выписки выписалась я в пятницу по заявлению после того как мне отказали во всех обследованиях то есть я поняла что смысла мне там лежать больше нет тем более у меня руслан уже надо было на работу забирать ребенка если бы они конечно мне сказали что они не сделают то-то то-то и то-то да естественно и осталось бы ну просто так оставаться лежать на выходные грубо говоря чтобы меня выписали в понедельник на понедельник они планировали выписки выписку меня желания там не было никакого то есть я лучше займусь ребенком вот ребенок у меня в итоге приболел то есть я сама забрала его в пятницу с больницы прямо поехала к нему очень соскучилась он он очень скучал обязательно ставлю видео как он меня встретил у него знаете не радость и такой шок а так вот смотрел на всех мам на площадках постоянно мама мама и ночью мама мама то есть вот сердце крови обливалось конечно такого маленького конечно рекомендовано с матерью не разлучать но тут уже такая ситуация вышла что вот хорошо руслан конечно молодец он справился на работе далее отгулы то есть понедельник он рванул с работы сутками работы этот просился и тоже полностью взял еще 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 несколько дней отгулов на работе чтобы сидеть с ним вот справился на плюс 5 я бы сказала так вот но в итоге у нас сейчас насморк у нас в группе там какой-то трусняк такой что многие дети с насморком и перешло немножко в кашель поэтому мы сидим дома в субботу сегодня уже воскресенье и наверное не пять точно будем сидеть дома по заявлению может три не знаю как пройдет у него будем лечиться вот и по моей ситуации тоже прошу обратной связи от вас у кого было такое заболевание у кого был асцит жидкость вирусной полости называется асцит никакой информации по количеству жидкости мне не дали закончилась болезнь ваша такого плана как у меня был ли асцит и какие-то хорошие может быть истории нужны и плохие про асцит что в итоге показала и вообще непонятно как с этим асцитом жить как его оттуда выгонять за гиперстимуляции мне назначали капельницы и таким образом снимали вот это выводили эту жидкость тут же ничего вот ну выясню откуда и уже буду решать там с онкологом наверно с гастроэнтерологом каким образом от этой жидкости мне избавляться дорогие друзья на этом все сейчас оставлю небольшое небольшое видео с больницы и видео как я забирала ричарда садика как он меня увидел после больницы вот насчет диеты не волнуйтесь диета 5p даже более строгая сейчас у меня я все знаю вот поэтому всех было рада видеть всем до новых встреч обязательно обязательно увидимся уже с более радостным видео я вам обещаю и до новых встреч пока пока нахожусь в больнице на улице гостелло больница номер 20 поступила в понедельник и до сих пор лечащий врач ни разу не подошел подходили только дежурные врачи когда был сам приступ панкреатита разные вот вот они помогали а лечащий врач не приходит не говорит что с анализами что с обследованиями не назначает лечение вернее лечение назначают просто медсестры приходят ставят капельницы антибиотики начали ставить никакого объяснения что как почему нет также анализы не видны в базе они их не подписывают электронными подписями у меня знакомые есть медицине они могут посмотреть в этой базе там медильная база существует вот так что бардак полный тоже лежат у меня вот женщины со мной уже больше недели 10 дней и ни разу врач не подошел не объяснил ничего не пришла на обходе вернее она ходит на обходе за главврачом вот главврач тоже ничего не объясняет просто спрашивает как самочувствие а по состоянию по лечению ничего не объяснено в общем бардак полный в шоке я от этой больницы если честно есть чем сравнить лежала в роддомах в педиатричке естественно там каждый день обход значит спрашивают состояние назначают лечение объясняют почему назначено то все задаешь вопросы в общем конечно я от питера такого не ожидала я звоню в садик здравствуйте за кем елена геннадьевна за ричардом я звоню в садик здравствуйте за кем елена геннадьевна за ричардом сейчас затянем тапочки сейчас увидит обрадуется она на полку здравствуйте я прям в больнице еще не заходила привет 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 ты мой сладкий показывай что ты тут сделаешь папе от ричарда папе от ричарда вот какой шарик сделал да что такое ты не заболел у меня товарищ а не заболел не температуры да и да и Продолжение следует...